Хей, всем привет! Сегодня мы находимся на онлайн-концерте группы «Мохито». Самые топовые блогеры, тиктокеры приехали поздравить ребят с выходом новой песни. Так что давайте пойдем задавать им суперкрутые вопросы. Ты вообще слушаешь группу «Мохито» и какая твоя самая любимая их песня? Да, я слушаю «Мохито» и одна из моих самых любимых песен — это «Сон». Мне нравятся песни у них, руки проще от нее. Твой совет, что нужно сделать, чтобы песня была хитом? Кайфовать и вкладываться полностью в трек, всю свою душу, тогда все получится. Какую песню в тиктоке ты слышишь чаще всего? «Моргенштерн». Моя песня «Ягода малинка» сегодня исполнил. Давай представим ситуацию, что ты оказалась на необитаемом острове, и тебе можно поселить только три хаоса. Какие хаосы это были? «Дрим Тим», «Свит Хаус» и «Хайп Хаус». Какие цели ты поставил на этот год и что у тебя исполнилось? Цель в этом году была написать трек, стать более медийной. Ну, вроде что-то идет, что-то нет. Сложно судить. Расскажи, пожалуйста, нашим зрителям, как ты вообще считаешь, куда нужно сейчас стремиться новому поколению, именно детям? Тикток – самая честная площадка, если честно. Правда, положа руку на сердце. Но главное – найти себя там и не опускать руки, искать свой стиль, и все получится. Расскажите, вы сейчас находитесь в топах в Тиктоке, но почему-то у вас до сих пор нету своих песен, насколько я знаю. Почему нету? Я еще считаю, что я не достиг таких высот, чтобы записывать свой собственный трек, но это в будущем. У меня есть как бы свой трек, но я его еще не записывала, потому что я не умею петь. Так все впереди. Расскажите, самый главный секрет продвижения в Тиктоке? Работать. Самое главное – работать, работать, работать. Сколько видео выкладывать? Два-три в день. Это сто процентов. Хэштеги ставить? Нет, это не работает. Как вообще у тебя дела? Что нового? У меня все отлично, все потихоньку. Наверное, скоро выйдет мой новый трек. Первый, сольный. Расскажи, о чем трек будет? О, о том, что я не слушал маму, а слушал только «Звон монет». Типа у меня деньги появлялись, я стремился, вот, и я такой вот, и не слушал родителей. Вот, там на этом припев будет. А почему вы решили назвать свою группу НЛО? На самом деле появилась песня, вот, как бы, звучит как НЛО, пишется английскими буквами, да? Потом мы назвали группу, потом мы поняли, что это значит. Ну, как-то оно пришло, короче, в нашу жизнь самостоятельно. А ты будешь выступать сегодня? Наверное, нет, потому что пока в «Строжайшем секрете» храню этот трек, но он скоро будет. Ну, примерно когда? Примерно когда? Ну, я думаю, в ближайшем месяце он точно будет. Как изменилась твоя жизнь после проекта? Ну, больше изменилось что-то внутри и отношение к людям. И к прошлому я больше не возвращаюсь, это самое главное. А расскажи, вот сейчас популярна платформа TikTok, практически все ее заводят. Ты вошла в их число? Да, конечно, у меня есть свой TikTok, очень давно еще до проекта был. Вот, давай представим ситуацию, что ты на необитаемом острове, и осталось всего три хаоса. Ты можешь ни в какой из них не идти, но вот какие три хаоса это будут? Мне нравится биг хаос казахстанский, знаешь, очень нравится. Ну, и американский этот хайп хаос очень нравится. Ну, и... А из русских? Мне нравится очень Иксо. Что вдохновляет тебя, чтобы написать песню, ну, любую песню? Ну, в первую очередь, это мои любимые артисты, также жизненные ситуации, люди, которых я встречаю на своем пути. Цель, которую ты поставила на год, выполнилась или еще нет? Ох, еще как выполнилась, я безумно счастлива, что у меня все получается в жизни. А какие у тебя планы в плане развития твоей карьеры певицы? Ну, я скоро буду выпускать сингл, а потом альбом, и надеюсь, все получится. Но пока с этим проблемки все... Вечеринка в самом разгаре, а мы уже успели взять у всех интервью. Тиктокеры сегодня в отличном настроении. Они зарядились энергией и готовы снимать крутой контент для своих подписчиков. С вами была Hello Russia. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok